господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 274 события дня эпиграф 1 петра 4 глава 7 стих впрочем близок всему конец за 11 сентября 16 года за воскресенье какие были у нас события дня события не мирового масштаба но для нас они значимы воскресный день были попытки в одного человека физиоуборки работать это прекратилось еще раз провели беседу что воскресенье христово как ветхозаветние суббота заковного заветим виде неприкасаемая день господь день как и десятина она не принадлежит людям и поэтому разговаривать и них еще надо просто исполнять сначала посмотрим предупреждение со всех концов идет про этого человека можно затормозить и почитать любой посмотреть как дворкин это инфекция и оплот человека ненавистничество вот образованы миссионерские отделы были это все отсюда идет сектант сектант куда повернись сектант ничего не знает а сами находятся в страшных ересях заблуждение в грехах в блуде в натуральном начинаешь знакомиться в ужас приходишь все туда набирается самая человека ненавистническая прямо сочится злоба из глаз и из языка это все его сектоведии главный вот расплодил дворкин подвороте делает из людей баранов поймали его на дезинформирование ну что психически такой человек это создал пугало для устранения неугодных а чем не угодный вопрос а не угодно и по слову божии говоришь по канонам нет экономия слово придумали такое то есть если 10 лет отпущает за аборт то в 10 поклонов до самой всего то есть разжижили все до уровня грязной лужи подняли планку опустили вернее не раскрытое преступление клятвенно связаны с сша наркоман хиппи дворкин и так далее он решает кто секта кто нет он решает культы и секты кто и как запугивает население россии злодейство по масштабам не поддается измерению который за 20 лет насел этот человек он на меня четыре раза наплывал только нынче вот роснадзор напустила его слушают это попущение господне и прокуратуры и суды и патриархии и парки такое масштабное злодейство и история русской церкви государство просто не знала хорошо продуманная акция по разрушению россии православной церкви сработала на полную мощность как ошалелые все сделались он скверняет богопротивными речами главный сектовед уже профессор человек просто враг затесавшись число граждан выставляющий христианство в дурном свете вот как занимается созданием и распространением злобных слухов сплетен разрушительной клеветы не подкрепленные научными исследованиями экспериментами его истерия препятствует укреплению гражданского единства подарю наша многофункциональной страны подарной деятельности этого типа липовый профессор шарлатан и вот далее что говорится интересно еще раз запись нашел у нас ну пишет газета центральная газета алтайского правда в алтайском крае фотокорреспондент волобоев александр павлович он где-то в общей сложности 27 лет у нас приезжает фотографирует очень известный фотограф крупные там призы брал на международных и пишет а в смысле отношения к жизни месту человека на земле это игнатий латкин в конце 80-х годов он пришел в молодежку газета молодежь алтая в первый раз в валенках с калошами в армите своем непонятно из чего шитом и подвязанным его только выпустили из тюрьмы где он сидел за веру он начинает рассказывать о своей деревне которой нет давным давно и говорит да мы ее построим больше 20 лет уже деревни не было ты ему не веришь сначала вообще никак но через полчаса заражаешься и едешь с ним в деревню которой нет живешь там в палатках а там только комары летают размером пчелу даже попить негде одно болото а сейчас это его деревня потеряевка есть по неволе такие люди заставляют думать о хорошем это большое счастье повстречать такого человека от него энергия идет подпитывающие он заряжает если ли которые отнимают энергию такие как впереди смотрели дворки а он заряжает тебя энергии алтайская правда краевая газета 1 ноября 2013 года это пишет человек который приезжал и жил 27 лет а человек который никогда не видел в глаза ничего не говорил он на почве что попало безбожники а этот человек не цирковный всем вот как какие данные ну и показать наши ресурсы самый главный был у нас это покажу потом пока mail.ru в моем мире очень нравится мне эта система правда ее обрубили от нее уже почти ничего не осталось и по-прежнему надо меня лучше легко рискать все представьте 18 тысяч 916 фотографий ну что вконтакте это у меня будет какая почта здесь как удобно знать и искать по плейлистам буквально вот здесь только видео 3530 а всего пять с половиной тысяч или больше у нас вот все пожалуйста выставляет где ролики идут все любые находить отзывы мой форум большой вот такой форум так и называется форум открытым оком во свете библии вот он написано во свете библии ленточный вариант форма здесь нужно нажать на новое сообщение вот высвечиваю и справа общий поиск не по темам а общий поиск нажал вставил нашел очень грамотно составленный форум но и наш видеоканал православный деканал открытым оком во свете библии у меня все называется одинаково книги называется 38 томов во свете библии вот подписчиков у нас четыре тысячи восемьсот восемьдесят три просмотров 3 миллиона семьсот семьдесят пять тысяч вот сегодня поставил ролики только что вчера благословил нас господи божий наш поискать комбайн игоря барабашу это вот новая тема у игоря очень затруднительно с техникой старье все разваливается он работает даже не знаешь суббота нет его и в церкви только воскресенье и вот поставили маленький ролик он совсем махонький пять минут с половиной данные его кто может помочь здесь можно вручать и ни копейки ни рубля никуда не выйдет только по назначению комбайн купить надо посмотреть какой комбайн есть он такой или нет полезли и вот здесь события четыре ролика поставил просмотров ощущение вчера поставил зашло 511 просмотров сейчас пока говорили опять кто-то зашел михаил кальмая что же он пишет события дня приезжал тут работал после операции что он пишет мир вам и братьям игнатий тихоныч не расстраивайтесь и не беспокойтесь о том что я уехал нельзя в ничего из еды рядом с вами и братьями я получил лучшую пищу нежели та которая телесная благодарю бога за каждый прожитый день и сейчас с вами и братьями 1 петра 1 22 послушанием истины через духа очистим души ваших нелесемерного братолюбия постоянно любите друг друга чистого сердца и 1 иоанна 3 23 а заповедь его так чтобы мы веровали во имя сына его иисуса христа и любили друг друга как он заповедал нам ну что михаил михаилович благодарим ты сильно помог помог как раз этот момент был тут приобретение дома для володи пащенко и для никиты колесникова нужно было по домам помочь большую работу проводили я боялся даже за тебя после операции но эти говорил смотри сам удержу тебя и будем эти как он на нашел мы ну и самое богатое что у нас есть это во свете библии сайт приглашаем его здесь чего только нет сайт это первое что было у нас образовано я не захожу даже на него тут он стабильный но самое главное то 4124 ответа по темам тысячи которые задавали мне университета школах технику в милиции воинских частях на радио телевидении вилки и программа радио по тем 55 папок так что можно находить сейчас посмотрим есть такой или нет который игорь комбайн говорит комбайн полиси производитель байк полиси цена комбайн зерноуборочный самоходный кзс цена почти 3 миллиона полиси зерноуборочный зерноуборочный енисей 3 миллиона ну то есть дорогой комбайн полиси цена на комбайн зерноуборочный кормоуборочный косилки зерноуборочные вот оказывается про то есть комбайн вот как выглядит комбайн зерноуборочный комбайн полиси вот как выглядит комбайн купить ему бы его ну найди буквально заплатках ездит веревочках смотреть не могу с первого дня вот уже 25 лет потеряю как игорь появился у меня только одно желание если бы я разбогател купить ему комбайн новый трудяга из трудяг честный добрый христианин и семьянин работяга простой простой ну невозможно и вот мы объявили сбор кто может помочь во славу божию не в долги вгонять какие-то кредиты не урожает и полетел вместе со всем хозяйством он держится за счет коров все вкладывает и видишь сколько говорит что хороший комбайн то ли разные комбайны то ли один и тот же надо просто показать ему что Полесье правильно это Беларусь вот удивительно сколько снимков сделали хорошая реклама ну что там батька Лукашенко сохраняет тут тоже были но как то немецкий видел комбайны вот так зерноуборочной полесье посмотрим еще немножко это важная тема зерноуборочный комбайн вот тут сколько предыдущим я так понял что это все же ну большое тут все данные что в Беларуси вот он как выглядит комбайн работает самому не сделать тут уже толковать меньше отзывы вот так самоходный комбайн отзывы 1218 с приложением в Воронеж комплект еще это полесье их плюсы чем хорош поможем посмотреть вот это большое дело мы затеяли ну как Господь поможет найдутся белорусские зерноуборочные комбайны полесье давно уже успели закрепиться как на мировом так и на отечественном рынке одним из самых востребованных на сегодняшний день является две модели это модель 1218 и номер 812 с чем привлекли ну тут все это описывается варики все работает как зерноуборка полесье 812 ну видимо и цена разная уборка подсолнечника вот посмотрим как работает них нет ну lara может мой остался так остановок не н к он после Вот так. Вот так вот объявили мы о своей большой нужде. Моё желание в этом заключается. Ну и какие события? Вчера, то есть за 11 сентября, ровно 50 лет у нас было венчание в храме с Надеждой Васильевой Шадриной. Вот такая дата. Приехали вчера из Барнаула, сумели картошку перебросить. Маленькие такие темы. Барнаула, не только для нас. С трудом выкопали, не так много, но отправили. Больше ста ведер. 53 это 50. Ну большие ведра, если там ведер 130. Примерно так. На этом всё у нас. События воскресного дня прошли спокойно. Утреннее богослужение. Как всегда батюшка был здесь. Батюшка объявил, что митрополита не будет, он говорил по телефону. Потому что у нас 16-го в пятницу престольный праздник, а 14-го он должен быть в Москве. У них там какое-то совещание. Так что явно никак он не мог быть. Но, говорит, я организую и тут соберу, и священники приедут. Ну посмотрим, как будет. То есть очень хорошие отношения. Так были и сохраняются. Хотя на него изверги. Дворкинское, как я называю, кодлое. Это всё грызлое. Епископ митрополита кидаются на него. Ошалелое совершенно. Это ваш же. Это он. Это он всё поддерживает эту секту. Это тупыря там. Что угодно говорят. Безбожники. Как бесовское отродье какое-то. Ну ваш же митрополит. Ну посчитай отзывы головные. Везде. И благословение Господне. Явно всем видно на нас. Нет. Почему? Неугодных. Жить надо. Это чисто злодейская банда какая-то. Вот эти миссионерские отделы и прочее кидались. И всё это издевательство. Всё кривляются. Вот этот ещё. С Кемеровской епархии. Когда Россия 24 была. Афанасьева Анна. И там его откуда-то прилепили. Он ни к селу, ни к городу. Вот. У Дарцев Евгений. Глава информационного отдела. Дезинформации. Думаю. Хорошо подумаем. Мы можем подам суд на него. Я учу детей. Лжесвидетельствую. То есть. Бродяги умом. Мертвецы. Совершенно. Ни Бога не знает. Ни людей не уважает. Никого. Но он знает. Там где так Оладворкин напитался. Самая настоящая банда по разрушению России и церкви. Дезинформации. Где я видел. Я учу детей. Так это ни день ни два. А ты сколько учился удастся? Да ни дня. Ни дня он с детьми не занимался. У меня тысячи детей перебивали. Сорок пять лет. И он клеймит меня со всех сторон. Стоит и рожи строит бритву. Он глаза не видал в нашей жизни. А митрополит неоднократно был. Приезжает. Батюшка сейчас. У него был. Служил митрополит Иларион. Капрал. Предстоятель зарубежной церкви. Все вместе. Все друзья. А это знать не знают еще. А почему дворкинская. Ядовитая банда. Отравляющая все своим дыханием. И вот наконец Господь попустил. Сейчас взяли со всего мира за них. Задают им трепку. Да вот. Слышит Господь. Да исправит сердца наших любви. Этих людей нечестивых. Злодеев. Обратит на истинный путь. И на истинный путь. Значит зайти на наши ресурсы. Я так понимаю. Советая. Правда. Богу нашему слава. Продолжение следует...